Всем привет! Сегодня в видеоролике я вам покажу, как всё-таки скачать чит по вашим многочисленным просьбам. Смотрите, после того, как вы переходите по ссылочке в описании на OxiCloud, чтобы скачать чит, тут есть две кнопочки. Скачать и вот это скачать. Их не надо нажимать, потому что это совсем другие кнопки. Нам нужна именно вот эта вот кнопочка скачать бесплатно. Значит нажимаем на неё, и как видите пошла загрузка. Вот, у вас может быть загрузка не сразу пойдёт, а после того, как вы разрешите уведомление. То есть слева-справа, вот тут вверху появится панелька с уведомлением типа разрешить или нет. В любом случае нужно разрешить, потому что вас не перекинет на скачку. После того, как загрузка дошла до конца, нажимаем теперь кнопочку скачать файл. Всё, чит скачивается. Отлично. И теперь нажимаем на вот эту стрелочку. После этого сохранить. Всё, чит скачен. Значит заходим в этот RAR файл. После этого перекидываем папку на рабочий стол. Так, всё отлично. Теперь заходим в неё. И нам нужен вот он, этот чит. Открываем его. Ждём пока загрузит. Так, всё, чит появился. Кстати, в этом обновлении убрали ключ. Так что теперь можно заходить без ключа. Это очень большой плюс. Так, всё, теперь можно в принципе папку закрыть. Она нам не нужна. Так, на всякий случай. Инжектор откроем. Так, и давайте. В принципе проверим на работоспособность. Давайте в принципе на джелбрейке проверим. Так, заходим. Ждём в принципе пока он у нас загрузится. Вот так в принципе всё просто скачивается. Также смотрите, если у вас загрузка не будет идти, просто попробуйте скачать через другой браузер. Потому что многие мне пишут, типа у них загрузка до конца не доходит. То есть если у вас загрузка до конца не доходит, просто попробуйте скачать через другой браузер. По идее у вас должно получиться. Так, всё, мы заспаунились. Так, давайте проверим инжект. Может быть он заработал. Автоинжект. Как видите, у меня не работает. Но может быть у вас будет работать. Если у кого-то не будет автоинжект работать, ссылочку в описании на это приложение оставлю. Так, теперь нажимаем Select DLL. После того, как зашли в инжектор. Потом рабочий стол. Заходим в папку с читом. И после этого выбираем Easy Exploit DLL. Вот этот файл. Потом открыть. Нажимаем на Roblox. И после этого Inject. Так, всё, сейчас должна появиться иконка. Ждём. Да, всё отлично. Сейчас она появится. Как видите, мы заинжектились. Теперь заходим в Script Hub. И нажимаем на Автороп. Так, как видите, он появился. Но мне кажется, это даже не Автороп. Это что-то другое. Давайте на Гуи. Автороп что-то, по-моему, какой-то не такой. Он должен быть другой. Это, скорее всего, ошибочка. Но, в принципе, как я запишу этот видеоролик, я напишу разработчику чита и скажу, чтобы он пофиксил, чтобы у вас сразу проявлялся Автороп. А не вот эта вот фигнюшка. Так, ну, Гуи, получается, тут Валкспид есть. Потом, я так понимаю, Ноуклип, да, есть. Отлично. Я почему-то упал сквозь текстуры. Что-то я долго падаю. Так, что тут у нас ещё есть? Карфлай. Ну, в принципе, вот это вот всё вы можете сами протезировать. Так, только вот почему я падаю, мне вот интересно. Так, давайте резать сделаем. Так, вроде всё. Так, я застрял. Так, очень странно. Давайте ещё раз резать сделаем. Ну, короче, получается, всё работает. Всё рабочее, но что-то я почему-то в земле застреваю. Очень странно. Не знаю почему. Скорее всего, из-за Ноуклипа. Очень фигово, конечно. Так, давайте ещё раз резать сделаем. Сейчас, если не буду застревать, проверим другие команды. Угу. Так, что-то до сих пор застреваю. Так. Походу, бесконечно сейчас буду проваливаться под землю. Ну, короче, ладно. В принципе, все команды сами сможете проверить, они все рабочие. У меня какой-то маленький баг произошёл. Так что у вас, я думаю, будет работать. Ну, в принципе, на этом всё. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok